Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Празднование Дня Защитника Отечества трагически закончилось для трёх 20-летних парней. По предварительным данным установлено, что отметить праздник компания молодых людей решила в гараже. После расписи спиртных напитков несколько человек отправились домой. Четверо парней остались. Закрыв двери в гараж изнутри, они сели в машину и, чтобы согреться, завели двигатель. В субботу молодые люди перестали отвечать на телефонные звонки. В ночь с 24 на 25 февраля их обнаружила сестра одного из парней. Прибывшие на место происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть троих молодых людей. 19-летнего парня в бессознательном состоянии госпитализировали. По предварительным выводам экспертов, причиной смерти стало травление угарным газом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы. За прошедшие три дня на дорогах региона было зарегистрировано 77 ДТП, в которых три человека были травмированы и один погиб. В субботу 24 февраля на автодороге Калинкович и Брагин-Камарин 38-летняя женщина-водитель не справилась с управлением своего автомобиля Ауди 100. Машина съехала вправо по ходу движения кювет и врезалась в дерево. В результате полученных травм водитель скончалась на месте. В этот же день в Гомеле на улице Дорожной произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ и Рено Сандера. Водитель ВАЗа пытался избежать столкновения с грузовым автомобилем МАЗ, который перестраивался с правой полосы движения на левую, в результате чего выехал на встречную и врезался в Рено. Пострадал водитель ВАЗа. Он был госпитализирован в реанимационное отделение областной больницы. Просьба к водителям учитывать погодные условия, соблюдать скорость движения на дороге, чтобы скорость была безопасной, при этом учитывать возможности своих транспортных средств, чтобы было совершено меньше дорожно-транспортных происшествий, ну и прежде всего безопасность на дороге. В Светлогорске пожарные спасли двух человек из горящей квартиры. Сообщение о возгорании в райподразделение МЧС поступило 24 февраля в половине четвертого дня. По прибытии на место пожарные обнаружили хозяйку и ее гостя лежащими в задымленной квартире. Надев пострадавшим кислородные маски, спасатели вынесли их на свежий воздух и передали медикам. С предварительным диагнозом отравления продуктами горения мужчина и женщина госпитализированы. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. А в Рогачевском районе спасли лошадь, провалившуюся в канализационный колодец. На помощь сотрудников МЧС позвал хозяин животного. Спасатели вытащили пленницу при помощи хозяйственного пожарного рукава и спецтехники. Лошадь не пострадала, ветеринарная помощь не потребовалась. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин